Привет, продолжаем. Третий Фоллэдж, Рейнджер и Рейли, Харону выдал шляпу и Харону же нести больше не может, к сожалению. Но мы должны при этом всем выдвигаться, несмотря ни на что. Лампы и прочие дела. Да, и Рейнджер и Рейли уже заждались своего освободителя великого. Там терминал какой-то, слушайте, тут постамент интересный. А, это лифт. Стейцман второй этаж. Слышишь, зачем мне на второй этаж? Я на лифте бы только сюда, наверное, пробрался. Заперто средний и бар веранда, слышишь? Ресторан гостиницы Стейцман, понедельник, суббота 7.00 до 2 ночи, воскресенье до 21 вечера. Помните, посетив уборную, нужно убрать за собой. Глядитесь, если вы увидите разбросанные клочки в туалетной бумаге. Поднимите их, клиенты предпочитают чистые уборные. Наличие мест. В настоящий момент свободно 100%. Ну-ну. Заперто средний. Попробуем выломать его. Не выломать, а вскрыть аккуратненько. Присядем. Так, тут намечается, ребята, более чем серьезный бой, потому что супермутант... Бестия... Крит сразу по голове. И второй выстрел. Там еще супермутанта вижу. Ну-ну. Понеслась. Харон этого взяли. Второй еще не заметил ничего. Идет потихоньку. Тут можно мины позакладывать. У меня там их куча. Ох, тут серьезный супермутант. Слушайте, и тут еще один с автоматом стреляет по мне. Мастер. Давай, Харон, вноси по ним. Все, пошла заваруха. Причем полным ходом. Надо джета использовать, наверное, ребята, чтобы было больше очков действовать. Это и вискаря можно дать, чтобы было весело. Развилась зависимость от винта. Но это не такая зависимость, как во втором фоллауте. Она не страшная, я думаю. Да? Супермутант-босс. Ничего себе, ребята, не могу по нему попасть. Значит, надо, наверное, мастера первого валить. А с боссом будем разбираться. В торс ему из винтовки. Тут надо и психа, наверное, использовать. Так, мастера сейчас развалим. У босса серьезный гатлинг. Лазер. Босса вношу по нему. Очень плотный. Сейчас Харона убить может просто. Харон идет на него. Стреляем босса. Харон, ты выжил? Выживешь там? Я очень надеюсь. Сбоку еще кто-то или что? Не. Босс впереди. Ну-ну. У меня боезапаса может не хватить. Заградительный огонь. Слышишь? Давай из калаша давить, может быть. И вот они. Надо из плазмы стрелять. Получил. Тут еще кто-то. А тут еще набегает супер мутант. Это еще один мастер. Давай по голове из железнодорожной. Должен его уработать. Уработал. Ну и теперь босса надо брать. Слышишь? Боссу надо по гатлингу по вот этому попадать. Хм. Супер мутант босс очень жесткий. Ох, мне дал. Чуть-чуть не... Чуть-чуть не третий хп. Тихо ты давай стреляй его. Не выпендривайся. Из калаша вношу. Какой плотный. Слушайте, как бегемот прямо. Ну-ну. Прыгаю за стойку. Мин нету. Из ватца. Зачем использовал... Ээээээээ... Гатлинг этот проклятый Харон танкует, на самом деле халява Харон, мне хотелось бы посмотреть Убил Харона, все, Харон погиб Ну что поделаешь Это босс Это действительно босс Я боюсь, что я тоже могу сейчас погибнуть Так, давай Давай, в Хароне столько лута Я даже не знаю, слышите Надо перегруппировку делать Погиб на боссе Харон Ваншотну его, да и какой ваншот Но он меня ваншотнет, еще два стимулятора Пошло, так Посмотрите, какой плотный Ну-ну Ра, кричит Как в Вархаммере просто Я еще и не попадаю, готов Опыта дали, дай боже Харон, мы будем помнить тебя И твои боевые дробовики, которые я Теперь не могу вынести Лазерную винтовку я зачиню, например Охотничье ружье Я, например, зачиню Револьвер Я, например, зачиню И шляпу давай обратно Штурмовых винтовок в тебе, Харон Просто Просто куча Это чиню, например Это чиню, например Жадность в Джоне играет И На самом деле, да, ребята Револьвер Это все надо выносить теперь Каким-то образом Каким образом? Волшебным Штурмовые винтовки Посмотрите, какое количество Шесть штук Давай их сюда Еще могу нести, да Все чиним Они будут стоить очень хорошо Вот эту чиню Так Эту не могу Вот эту могу Не могу Сколько нести? 272 Еще что-то могу взять Харон Гранатомет Весит 20 Стоит мало Это весит Не очень Миниган Стоит 260 Но я его просто не унесу Весит 0.5 Подожди Патроны с картей Еще надо забирать Штурмовые винтовки стоят Их надо забирать все Вот И я не тяну это все Мне сюда придется вернуться Наверное Я надеюсь Будет фаст тревел Какой-то здесь Охотничьи ружья Я зачиню У меня уже Очень много Охотничьих ружьей Знаете, что я сделаю? Я еще ментатов Использую У меня их много? Много Я смогу получше Немножко зачинить Эти охотничьи ружья Вот так Ну Их и чиню И Собственно Стоимость их Получше Когда фуловое оружие Практически Стоимость увеличивается Да Я буду разгружен Тогда Еще бафаута дам У меня бафаута Достаточно Чтобы это все вынести Дробовик Вот зачиню Почти фуловое оружие Урон 53 Я думаю Мы сможем это все вынести Слышишь? Харон Давай все Перегружен я Ну что поделать Бафаута у нас 12 Первый пошел И я не могу это все вынести Значит нужно Пиво выпить Сколько у меня? У меня 4 лишнего веса Нет у меня 34 Лишнего веса Пистолета Отходит По костюмам что? Ну Парик Беннона Какие-то ядерколы Стимуляторов Уже 42 Скуч Виски Надо одно оставить Тут вот это все Ничего не весит Абсолютно Костюмы Понятно Гранатомет Можно выбросить Я себе новую Скоро Я лучше Эту Зачиню Костет Можно выбросить Вес 1 Еще надо Десятку Выкинуть Чего-то Ну Китайский Пистолет Но он стоит 57 Этот миниган Стоит Очень дорого Давай гранаты Можно Противопехотные Мины Выброшу Просто Все 302 Вот так Вот И 2 гранаты Выброшу Окей 301 Ага Так не получится Еще 2 гранаты Еще 4 надо На самом деле Вот так Все разгрузился Будем помнить Харона Его надо помянуть Будет Найдем тут Вискарь какой-то Сейчас Вискарь упал Это водка Помянем водкой его Патроны Так Поминаем Харона Ммм Водкой Значит Могут погибнуть Обрезы Тут патроны Скорти Еще могут погибнуть Наши Грогнок Варвар О Надо еще Комиксы Прочитать Конечно же У меня Нету Никаких Могут Погибнуть Все таки Напарники В третьем Фоллауте Это Слава богу Бетезда Додумалась Сделать Квантовая Ядерка На мне Не надо Еще Вискарь Но это Потом Это Наверное Потом Да В баре Тут Серьезнейшая Заваруха Просто Была Тут у нас Что Тут Все Можно Подорвать А тут Спуск вниз Собственно Я отсюда Пришел Ну и нам Куда-то Наверх Супер А еще Их Надо Лутать Слышишь Китайский Автомат Я зачиню Например Ох Китайский Автомат Так По Комментат Действует А у Босса Был Гатлинг Просто Офигительный Ствол Тут Супермутант Бестия Кувалда Осколочная Оставь себе Сбоку Еще Один Заходил Я пока что и так Отсюда вынести Ничего не могу Мне придется Сюда По-любому Возвращаться Да И нам Наверное Куда-то Туда Возвращаться Придется Сюда Что тут Нюкокола Аппарат И бильярд Супермутант Харона Остается Здесь Супермутант Босс Антирадин Гатлинг Лазер Стоит 537 Весит 18 Электронный Заряд Гатлинг Лазер Надо будет Вернуться За ним Серьезный Супермутант Был Шутки Не шутил Далее Ребята Супермутант Штурмовая Винтовка Я не зачиню Супермутант 5.56 Патроны Дверь Выход Наверх Тут еще Кто-то Погиб Интересно Каким Образом Надуем Наверх Это Гостиница Стейтсмен Надо Сейв Сделать Контрольный У меня Игра Пару Раз Вылетала Я Поэтому Буду Делать Наверное Стоп Старты Чик Пошла Запись Я надеюсь Что все кусочки Запишутся Если я буду Делать Стоп Старты Так Вышли наверх На поверхность Светло Очень Я еще HDR Все-таки Подрубил И вернул И вернул Настройки Такие Которые По умолчанию Игра Предлагала То есть Там Какие-то High Только Немножко Снизил Анезотропную Фильтрацию И И еще Там Какое-то Сглаживание Чуть-чуть Снизил Взрывы Происходят Слушайте Тут война Не меняется Супермотанты Мертвые Так Тут Какой-то Взрыв Был Этот С охотничьим Ружьем Был Ребята Спокойно Я свой Постреляли Мутантов Да Мясник Слышишь Я босса Только что Завалил Или еще Нападение Будет Боссов Зови меня Мясник Я Отрядный Врач Может С вами Поторговать Можно Это Было бы Неплохо А теперь Что Ты За Хрен С Горы И Когда Придут Подкрепления Я И Есть Подкрепление Сынок И Чтобы Добраться Сюда В одиночку И Живым Напарника Потерял Ради Вас Рейли Отправил Рейли Подходящего Человека Как Всегда Эй Она В Порядке Все Отлично Ее Подлатали Она Выздравливает Подземелье Гора Сплечь Я Ей Сказал Что Она Рехнулась Когда Решила Выбраться Отсюда Тайком Видать Я Поймем Как Отсюда Убраться Я Бы Предложил Вернуться Твоим Путем Но Очевидно Теперь Не Получится Это Почему Еще Что Скоростной Лифт Единственный Выход Теперь Я Буду Отдавать Приказы Прическа Такая Что Ты Хочешь Делать А Я Решу Отдать Лифт Не Работает Твоя Правда Нам Нужно Как То Запитать Мотор Лифта Там Наверху Запустить Эту Штуковину Пока Мы Поднимались Сюда Мы Точно Проходили Служебное Помещение Там Был Дохлый Протектрон Если Принесешь Мне Его Ядерную Батарею Донован Я Сам Смогу Запитать Лифт Слышишь У 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 Не У У У У Донован, вывести рейнджера в безопасное место, отдать ядерную батарею. Интересно, я надеюсь, что рейнджеры тут выживут. Потому что мне надо срочно просто впариться. Просто срочно, ребята. Карта мира, третий фоллаут, кривит сити или... Ну не, давайте задание выполним. Я боюсь, что они погибнут. Донован. Ты ломаешь, я чиню. Слышишь, Донован? Верденсквер, ядерная батарея, чтобы починить скоростной лифт. Дай мне ее. Всего несколько минут, и лифт у меня... Кашка прикольная. Как только я его запущу, мы свалим отсюда. Отлично. Ты идешь чинить. А ты кто с миниганом? Кирпич. Бэрик. На Юджин? На Васкес, похоже. Слышишь? Так. У меня есть немного боеприпасов. Да, черт возьми. 150 берет, да. Как удалось уцелеть? Талант и мастерство, крошка. И моя большая злая пушка. Угу. Юджин. Ядерная батарея, понятно. Вернон-сквер. Другие терпеть не могут составлять карты этого района. Но мне нравится. Обожаю превращать этих тварей в красное месиво. Отлично. Вот это серьезный солдат. Не то что... Что я помню, это как мы с Юджином их косили. Спроси яйцеголовых. Это они всем там заправляют? А я только целюсь и стреляю. Пока цель не сдохнет. Ну-ну. Что это мы спрашивали? А, как найти ядерную батарею? Не беспокойся. Мы с Юджином тебя прикроем. Да я не беспокоюсь. У меня стволов куча просто. Что тут у вас, ребята? Суперматант пустой. Околаш лежит. Причем в идеальном состоянии. Да? Ну, в таком. Состояние плюс два, урон плюс один. Нерентабельно этот ремонт. Тут у вас еще сундук. Кексы, макароны с колой. Будут вывести рейнджера Фрейли в безопасное место. Они что, свинтили без меня? Ммм. Что по заданию? Задание. Ну, давай мы тоже в этот лифт. Ребята, будет музыка из лифта? Приятно видеть, что с тобой все в порядке. Тут супермутанты еще нападают, слышишь? По голове ему очередь. Главное, чтобы босс не напал, потому что снизу еще кто-то стреляет. Прикрывай давай из минигана. Ой, как тут заваруха началась некислая. Это супермутант бестия. Надо опять... Надо мазать, короче, психа. Потому что тут... Надо быстро это делать. Я перегружен сильно. Может миниган взять, слышите? Не, надо мазать психа. Их шесть осталось. И так у меня зависимость. Мазать еще один бафаут. Потому что тот имеет свойство заканчиваться. И мазать джет. И мазать мадыкс. Которого 19, слышишь? Меня обстреливают здесь. Я застрял в рейнджере и рейле в каком-то. Это супермутант бестия. У меня вероятности плохие. Наверное, от какого-то из препаратов понизилось сопротивление. А тут еще супермутант. Давай элементарно берем. Бестии по руке. По руке плохие вероятности. По ноге давай, по левой. В колено. Выстрел в колено. Левая нога повреждена. Надо брать винтовку, наверное. Так. Дробовик супермутант мастер. Нет, дробовик не то, что нужно. Достань же винтовку, пожалуйста. Так. Этого стреляем. С бластера пил, пил, пил. Да идем на них просто. Что ты? Я под всеми возможными ломкой от ментатов. Это не страшно. Под всеми возможными бафами я должен этого мастера разбирать просто как мафа газету. Да? Как обезьяна газету. Он мой. Заклинула винтовку. Не готов еще. Готов. Все проблемы решены. Лутать могу. Только патроны. Вернант сквер. Все. Мясника чуть не убили. Вернуться к рейли на базе рейнджеров. Слышишь? 5 миллиметров. Патроны. Я потом сюда еще зайду. А это что? Компьютеры заперто средний. Сейф заперто средний. Ну давай попробуем. Наука нужна 50. Слышишь? У меня что? Там интеллект вообще упал. Хе-хе-хе. Ну судя по картинке, да. Спешл. Интеллект пятерка. Упал интеллект. А навыки. Науки 49. Ну ментатов давай еще. Слышишь? Уже хуже не будет. Так. Давай. Терминал портье. Посмотрим. 4 попытки осталось. Большие слова какие-то. Да. Интеллект у меня сильно просажен. Несмотря на ментаты. Перемычку найти не могу. Но надо попробовать его взломать. Эээ. Вон дарит. 2 из 8. Incommon. Инжект. Ха-ха. Джонни. Везучий. Везучий. Сорви голова. Ну-ну. Регистрация гостей. Сервер бронирования недоступен. Выписка гостей. Недоступен. Наличие мест. Открыть сейф. Жалобы гостей. Книга жалоб. Август 2077. Пожалуйста. Попросите гостя изложить жалобы во всех подробностях. Первый уровень. Уровень происшествия 3. Минимальный. Имя гостя Гарольд. Вортингтон 3. Происшествие. Мистер Вортингтон утверждает, что льдогенератор на втором этаже подтекает, что вызвало образование лужи на покрытом плиткой полу. Он поскользнулся и упал, возвращаясь в свой номер после ночи, проведенной на веранде. Он потребовал размещения в виде бесплатного обслуживания в номер или притащить еще чертовых подушек. Я нахожу, что требования мистера Вортингтона совершенно не обоснованы, а общий тон его речей оскорбителен. Жалоба номер 2. Уровень происшествия 1 серьезный. Сенека Кларксон. Госпожа Кларксон была найдена мертвой в комнате 302. Она была в постели раздета. Смерть произошла в результате удушения. На голову покойной был надет пластиковый пакет, но она не могла снять его, поскольку руки ее были привязаны к стойкам кровати. Человек, сообщивший о происшествии, задержан. Он сказал нам, мы просто забавлялись. Госпожа Кларксон, известна как высокооплачиваемая проститутка, часто посещающая этот отель. Предполагается, что ее смерть явилась следствием ее профессиональной деятельности. Мы просто забавлялись. Уровень происшествия 2 средний. Ванда Келлендайн. Госпожа Келлендайн сообщила, что в ее номере 202 чувствуется запах готовящейся пищи. Немедленно послали в ее комнату сотрудника службы безопасности с целью выяснить, откуда идет запах. Обследовав помещение, сотрудник обнаружил, что представленное отелем электрическое одеяло вышло из строя и в буквальном смысле поджаривает ей ноги. Когда мы спросили, почему она не почувствовала боли, госпожа Келлендайн заметила золотце. А какой боли может идти речь, если я 40 лет замужем и вырастила 8 детей? Хе-хе-хе-хе. Это и множество пустых бутылочек из-под таблеток, найденных нами в комнате. Вот ответ на вопрос. Жалоба 4. Третий минимальный. Опять Гаррент Уортингтон третий. Заметьте, это второе происшествие с мистером Уортингтоном в этом месяце. Утверждает, что край коврового покрытия на ступенях, ведущий к веранде, задрался. В результате он оступился и упал. Но он сказал, что происшествие имело место, когда он возвращался на свой номер после ночи, проведенной на веранде. Как и раньше, он потребовал возмещения в виде бесплатного обслуживания в номер и притащить не еще чертовых подушек. Я нахожу, что требования мистера Уортингтона совершенно не обоснованы. А общий тон его речей оскорбителен. По моим подсчетам, мы уже передали 23 лишние подушки в этот отель за последние 10 месяцев. Ну, забавно достаточно. Заперто средний сейф. Сюда куда-то, тихо-тихо, Джонни, не сломают мышечку. 10 миллиметров, крышки, довольные деньги, пистолет я не тяну. Стол. 5 миллиметров, бутылочные крышки. Включим свет. Так, тут у нас аптечка, стимулятор. Супер мутант, собачье мясо. Там сверху еще был. Веранда это же этот бар был, да, или нет? Или где-то здесь он находится? Патрон 32-го. Охотничье ружье. Я могу еще нести немного. Вот уже не могу. Штурмовая не могу зачинить, а вот эту могу зачинить не могу. Охотничье вот это чиню. Тут завалено все. Но надо сюда по-любому возвращаться за патронами, за лутом и за гранатами. Люстра прикольная. Тут стол пусто. Надо выходить отсюда. Интересно найти номер этого вортинга, остались ли там подушки. Это лифт. А это мы руфтуб диннинг. Это на крыше ужин на крыше. Тут еще двери какие-то интересные. Так. Тут можно упасть вниз. Письменный стол пустой. Картотечные пустые. Наверное, какой-то другой из залов отеля. Тут все расколочено. Автоматы с ядерколой, ментаты. Ядерколу я брать не буду. Ну и коридор, выход, все. Гатлинги, миниганы лежат. Ладно, выходим. Что там рейнджеры? Повторяю. Я не знаю, как тебя благодарить. Я отправлюсь обратно на базу рейнджеров. Погляжу, вернулась ли рейли. Заглядывай ко мне, если я хорошо собираюсь. Наводку на карту дай. Ага. Если тебе понадобится медицинская помощь, припасы или ремонт. А может сразу вам торгнуть, было бы неплохо. Хорош. Выполнено задание или нет? Выходим на верном. Скоро уровень. Задание еще не выполнено. Надо, то есть, к ним на базу пилить. В принципе, у них можно и впариться. Сразу. Ох, тут как круто. Посмотрите, где мы? Вижу супер мутанта сразу, который уже навострил на меня свой хоботок и винтовку. У меня уже этот ствол плохо стреляет. Ребята, оружие. Снайперка тоже в плохом состоянии. Придется из охотничьего ружья стрелять. Да, что подделаешь? Ничего не подделаешь. На, получи сюда. Супер мутант. Готов. Еще кто-то нападает. Вот он идет. Но это обычный. Вероятности у меня упали, потому что, наверное, восприятие поднизилось. Я сейчас под сильной ломкой. Ох, получил. В глаз просто. В нос. Аж за голову взялся. И Джонни еще выстрел производит. Чик разлетелся на части. Слушайте, как это HDR включил, то игра лучше стала выглядеть. Но это все равно блымкает. Ничего с этим не сделаю. Так, где мы находимся? Костюмы. Освещение больше стало. Карта мира. Ох, рейнджеры, рейли. Где-то тут вообще непонятно где. От больницы надежды. Надо пилить через метро какое-то. Четыре точки перехода. Но же от анкостийской переправы не надаваемой в Ривит-Сити все-таки. Только я еще сохранюсь. Так, я в Ривит-Сити впариваюсь тут полным ходом. И у них денег не хватает, чтобы мне все это купить у меня. У меня уже 1800 по крышкам. Я купил еще себе боевых броней. Тут все дела. Я купил шлем рейдеров взрывников. Тяжелое оружие плюс пять, взрыв плюс пять. Он стильный такой противогаз. Джонни будет в стильном противогазе. Вот так вот выглядит Джонни. Неплохо я считаю. Хорошо, Беннон. Может починишь мне этот шлем сразу? Беннон. Давай сразу к делу. Это лучшие цены. Ты мне, Беннон. У тебя стимуляторов восемь. Давай их сюда. Я тебе продаю. Продаю тебе. Импульсные мины, китайские пистолеты, лазерные винтовки. Миниган тебе продаю. И тебе уже еле-еле хватает. Пижама у тебя. Беннон, комбинезоны. Ну будешь должен мне, короче. Хотя, слушайте, миниган слишком дорого для тебя. 297. Вот так вот. Мистер Беннон. Так, далее. Наркотики. Все в порядке. Синди, слишком много пьешь вискаря. Доза по-быстрому, да. Покрепче. На продажу. Полно всякой химии, да. У меня полно всякого, что надо продавать. Осколочные гранаты в количестве шести штук. Охотничьи и ружья. У тебя уже не хватает. Давай мне все стимуляторы. 234 крышки. Ты что думаешь, что я это не потяну? Миниган. Одна крышка. Крышка мина. Автомат. Все остальное мое. Магнумы. Ну нормально так сходимся, да. За одну крышку. 2150. 105. Синди. Так, что у нас? Оружие. Магнум купил. Чиню. Это на тройку. Как по патронам. Мало патронов 10 мм. Надо скупать. А есть еще что продавать? Импульсные мины. Снайперка. В плохом состоянии. Охотничьи ружье в хорошем. Из него придется стрелять. Шишки баб. На четверку ставим. Боевой дробовик на двойку. На тройке у нас... Надо пистолет под магнум. Ставлю на тройку. Состояние не очень. Ну, что поделаешь. Все, вроде впарился. Можно к бате заскочить. Он уже прибыл. Он уже там не может... Дождаться своего часа. Ну, давайте к нему сразу сходим в лабораторию. Возьмем его задание еще. Я тебя уже угощал, а ты прическу так и не поменяла. Так. Я по хп просел. Что у нас вообще по уровню? У нас скоро уровень. Статистика. Карма. Очень злой злодей. Пустоши. Завалил уже кучу всего. Статистика супер. Карманов обчищено. Никого. И карманов взорвано. Никого так и не обокрал. Но это не надо. У меня куча зависимостей. Надо к доктору местному идти. У меня радиационное заражение. Антирадин идет. Вход. Зависимости надо снимать. Снимать. Это надо в Тенпани Тауэр на самом деле дуть. Там потому что автодок я же вроде покупал. И там меня даже дожидается. Уже не может дождаться много интересных всяких вещей. Таких как железнодорожные винтовки. Все скрафтить. Это все надо. Но это надо за кадром делать, наверное. Угу. Джеймс, ты вернулся. И с хорошими новостями. Я был прав насчет Брона и Гека. Если мы сможем найти такое, его можно приспособить под очиститель. Я хотела бы поверить тебе, Джеймс. Правда? Все это просто так внезапно. Манисон, говорю тебе, это чистая правда. Я говорил с Броном лично. Он это подтвердил. Разве ты не видишь? Вот оно. То, чего мы ждали. Я... Я не знаю, Джеймс. Прошло столько лет. Неужели проект стоит того? Как можно отбросить возможность изменить к лучшему жизни всех людей на пустошах? Что может стоить большего? Ты не изменился. Правда, Джеймс? Для меня это очень важно, Манисон. Я знаю, для тебя это не менее важно. Давай доведем дело до конца. Джеймс, я... У нас нет Гека. Я могу собрать небольшую группу, но чтобы люди нам поверили, нам нужны доказательства. Я знаю. Я думал об этом. В лаборатории комплекса есть старые довоенные компьютеры, которые мы разыскали. Возможно, в них найдется что-то полезное. Судя по последним отчетам, в комплексе нет электричества. Даже если бы в одном из компьютеров была база данных, мы не смогли бы открыть ее. Поэтому мы прямо сейчас отправимся туда и начнем работать так быстро, как сможем. Ну-ну. Ты знаешь, если бы кто угодно другой попросил меня об этом, я бы его выставила из Ревит-Сити. И ты знаешь, меня бы здесь не было, если бы я не думал, что на этот раз у нас получится. Время пришло. Время пришло, Мэдисон. Ну-ну. Будь ты проклят, Джеймс. Когда все будет позади, поставишь мне выпивку. Я соберу свою группу. Спасибо, Мэдисон. Я рад снова работать с тобой. Ну, отлично. Задание давай поставим это, потому что мы диалог слушаем. Рейли закончим сейчас. Живая вода. Так. Тебе что-нибудь нужно? Да, с вами обоими поговорить, наверное. Поверить не могу. Спасибо тебе. Мы бы пропали без Джеймса. Ты мне говорила в прошлый раз, что вы мне не верили. Говорил же вам, что я его найду. У вас счастливый вид, кстати. Прошу прощения за то, что усомнилась в теме. Доктор Ли. Так, проект Чистота. Кто такой Зиммер? Заработает ваш проект. Я уверен в твоего отца. С информацией, которую он добыл, у нас стало больше шансов, чем когда-либо. Ну, отлично. Пройти. Папаша. Приветствия. Здорово. Нам надо вернуться в лабораторию проекта Чистота. Тамошний компьютер. Наш лучший шанс на то, чтобы найти ГЭК. Я не пойду с тобой. Точно. Твоя помощь наверняка не будет лишней. Если передумаешь, всегда можешь нагнать нас по дороге. По крайней мере, навести меня, когда мы обоснуемся там. У меня уже глаза косят от твоего проекта Чистота. По заданию идти в научном, присоединиться к ученым в комплексе проект Чистота. Понятно, туда надо будет еще сходить. Давайте я рвану в Тенпани Тауэр. Я потому что хотел посмотреть, во-первых, как там обосновались гули. Во-вторых, зачинить все, впариться. Не знаю, делать это в кадре. Но гулей надо в кадре показать. Потому что мы все-таки делали это задание. Номер Зиммера. Ринак Ривид Сити. Давай, тут мы пройдем. И потом Рейнджеров Рейли закончим. Закончим побочные задания, которые еще остались. Которые я могу сделать. И... И уже будем, наверное, заканчивать основной квест. Да, Живая Вода, нет. Контрольный выстрел. Рейнджеры Рейли пока что. Давайте посмотрим. От Анкориадийской прямо к ним можно сюда прийти. Это хорошо. Но мы в Тенпене. Домой. Домой. Андейл? Не-не-не. В Андейл еще надо было сходить. У меня уже взлом сотня. Сколько всего в этом Фоллауте? И это еще малая часть только. Господи. Я думал, я за 30 серий его Рошану, но не получается. Наверное, 35-40 будет. А плюс ДЛЦ. А ДЛЦ я буду делать точно. Фоллаут еще весит капец сколько. Он занимает очень много места. И мне надо будет его решительно выкладывать. Ребята. Но не знаю, получится ли это сделать решительно. Посмотрим, как Гули обосновались в Тенпене. Мы давно дома не были. Это уже интересно весьма. Потом Крэйнджером. Потом посмотрим, чем займемся. Так. Тут блымает все. А сколько время? 7.20. Да должны еще все тусоваться. Что тут у нас в магазине в бывшем. А, Гуль теперь продает, да? Майкл Мастерс. Я в тебе ошибался. Молодец. Что ты теперь... Хочу купить новую мебель для дома. Теперь у тебя могу покупать. Давай поторгуем. Ну вот видишь, это намного полезнее, чем эти всякие штуки для дома. Боевый дробовик. Давай патроны мне. Стимуляторы давай все. Пара крышки тратить. Что, шишки баб? Ну, сотню стоит. Надо продавать уже его. Я им не пользуюсь просто, ребята. Уникальная штука. Давай его продаем. От холодного оружия отказываемся. Возьмем нож какой-то себе. Слышишь? Есть у тебя нож. Костет у тебя есть. Боевой дробовик. 10 миллиметров. Миниган. Монтировка есть. Сколько весит? 3. Огнемет есть. Я хотел попробовать. Свинцовая труба. Вот это возьмем. Свинцовой трубой будем бить. Так, парик Баттона. Надо было бы его одеть, чтобы получше сейчас торговать. Военная шляпа у меня поломана уже. По костюмам. У тебя есть военная шляпа. У тебя щиток рейдеров. Рейдеров взрывников. Вот этот давай мне. По помощи все понятно. Билет на метро. До военные деньги спускаем. Дом, верстак. Это все есть. Компоненты андроида. Костыли. О, у тебя может скороварка есть. Слышишь? В разном. Скороварка мне же нужна. С кем? С хемодротиком мед у тебя есть. Ну, давай еще его соберем. Дротики есть. 590. Скороварки у тебя нету. Сенсорный модуль. Тормоз от мотоцикла. Неповрежденный садовый гном. Я тоже возьму себе дом обустрою. Да? Что тебе продать тогда в таком случае? Не знаю даже. Топливо для огнемета оставлю. Патрон с картищью 292. Патронов не так уж и много. Я еще, тем более, расстрелял. Вот дротиков много. Половинку продам. Гранатометный выстрел пусть будут. Батареи 5 миллиметров. Минигам точно не будут. И мне 96 крышек. Нормально. Батареи давай тебе немного продадим. 200. Давай у тебя крышки заберем. Вот так вот сойдемся. Принять. Я у тебя патроны не купил. Магнум забираю. 308 забираю. 32 уже не нужен. Какой нужен 10 миллиметров? 190 крышек тебя. Я тебе продам еще батарей. 156. 34 крышки за это заплачу. Отлично. Еще один довольный покупатель. Слышишь? И оружие. Все у нас окей. Патронов. Тут 84 в магнуме. Тут 165. Мне бы у тебя еще купить... Я могу очки носить и шлем одновременно. Это неплохо. Так. Шляпа с ветрозащитными. Вот эту шляпу надо с ней что-то делать. Счастливые очки не могу зачинить почему-то. Потому что они в отличном состоянии. Сопротивление урона 308. Далее. А далее идем в свой номер просто. Посмотрим. Пентхаус. И можно еще к Тенпене заскочить. Но... Мой люкс. Мой люкс. Мой лучший люкс. Что тут? Внимание. Анекдот. Готфри. Угу. Так. Купить что-то для дома. Анекдот. Лучшее средство контрацепции для стариков. Нагота. Ну плюс-минус. Уже получше. Зачем нужен Рикстаг. Мини-лаборатория. Мы сами разберемся методом тыка. Мини-лаборатория завершила приготовление состава. Грязная вода добавлена. Ты что шутишь? Вывести токсины из организма. Создать новый состав. Верстаг. Давай попробуем склепать. Все что я могу склепать. Вот это. Вот это. Кровать бы это убрать. Манометры. Лезвие гоноза на косилке. Еще куча людей было. Ядерная батарея украсть. Вас обнаружили? Это еще будет считаться преступлением. В моем собственном доме с этой ядерной батареей. Тогда ее давай сюда в вазу сложим. Где мои вещи все? Сундук. Надо было все в сундук складывать. Но я без скороварки не могу ничего создать. По-моему. Крышка мина. Дротикомет. Ядовитая железа от скорпиона. Игрушечная машинка. Хирургический жгут. Поливилизатор. Элементарно собирается. Железнодорожная. Мне скороварка нужна. Шишки баб. Я решил отказаться. Ничего. Ничего. Пупсы. Новых не нашел. Не могу железнодорожную. Создать. Но давай тогда сложим. То что нам не нужно. Железнодорожную сюда. Например. Свинцовой трубой сейчас вооружимся. И разное. Это наши будут. Костыли 3. Лезвие газонокосилки. Манометр 7. Непопрежденный садовый гном. Я помню. Ручной тормоз от мотоцикла. Ядерные батареи. Три штуки. И. И все. И все. Выйти. Так. Гнома где поставить? Я бы гнома поставил. Я бы гнома поставил. Надо. Давай немного физики. Вообще. Хотелось бы на постамент сюда поставить. Встанешь тут. Тут книга еще стоит какая-то. Причем. Серьезная книга. Ложь. Учебник для конгрессмена. И. Нет. Падает гном. Посмотрите. Гном не должен падать. Вот сюда. Хе-хе-хе-хе. Гном чем будет заниматься? Будет вискарь пить, наверное. Есть у меня стимулятор. Виски есть, конечно же. Одну выбрасываю. Так. Окей. Ложь читаю. Красноречие увеличено. Гном, давай поаккуратнее с этой бутылочкой. Да не падай же только, пожалуйста. Не могу ее развернуть. Надо в Гаррис Мод играть, чтобы этим всем забавляться. Она будет лежать просто. Нет. Она должна стоять, ребята. Она должна стоять. Вот так вот. Что ж ты будешь делать, Джонни? И гном опять падает. Короче, она будет тут лежать, и гном будет на нее смотреть. Вот тут на кресле. И на кресле она встает. Ну, отлично. Теперь гнома надо развернуть. Не получается. Это сделать хорошо. Хе-хе-хе-хе. А ты так встанешь? О, я думаю, отличная композиция. Ну-ну. Все, выходим. Хватит забавляться. Поспать надо. Значит, выходим. Спим пару часов. Получаем бонус хорошего отдыха. И все. ХП не регенится, но зато получим бонус опыта. И к рейнджерам. Заканчиваем рейнджеров. И смотрим, что там еще по заданиям. Так. Получили заряд бодрости. Отлично просто. Сейчас я его потрачу, правда. Потому что... Это сюда, наверное, на тройку. На четверку надо свинцовую трубу ставить. Оценить оружие чемпиона, мастера любви. То, что надо, Готфри, я думаю. Пентхаусы. И выходим. О, мистер Берг. Как оно? Ты можешь гордиться собой. Ну, конечно. Так. Выходим из Томпания. Тубина. Все дела. Остальные гули. Наверное, тоже тусуются тут где-то. То есть, они заняли места магазина. Вот тут тусуется Басилин. Привет. Даже не знаю, как тебя благодарить. Ну, ну. Поторгуем. Где остальные жители Томпанетауэр? Но все в порядке. Рой сказал об остальных не волноваться. А, ну, хорошо. Хорошо. Каково жить Томпанетауэр? Здорово. Рой был прав. Вот как надо жить. Ну, отлично. Торговать. У тебя боевая броня есть. Слышишь? Давай еще одну сюда. Еще одну давай. Есть у тебя шляпы. Стимуляторы есть. Давай скуплю стимуляторы. 400 крышек, я думаю, тебе даже можно выдать. Спасибо. Да, не за что. Что? Боевую броню чиню. Так. Так. И все. И больше починить не могу. Могу под ментатами починить. Сопротивление урона 38. 38. Парикбен она надо оставить. Да, военную шляпу надо выбросить. Наверное, вот сюда повесим. Получится. А? Не. Где она делась? А, может она, поскольку в плохом состоянии очень-то она просто исчезла из инвентаря. Типа я ее выбросил. Навсегда. Хорошо. Вооружен. И очень опасен. Третий Джонни. Что тут такое? А, гули. Смотрите, костюмы напялили. Очень приятно. Хе-хе-хе-хе. Неплохо выглядят. Ну-ну. Гули законные жители. Старого Мира. Потому что они пережили эту войну. Остальные тоже, на самом деле. Переправа. Заканчиваем рейнджеров. И смотрим. Никола Тесла и вы. Я и мой друг Никола Тесла. Еще такая смешная картинка. Он в усах. И в шляпе. Так, мы тут уже были на этой анкордийской. Давайте пройдем. Надо еще анезотропные прибавить. И мне хочется, на самом деле, этот HDR свечение выключить. Мне глаза режут, ребята, честно говоря. Во. Выглядит клево, но не знаю. Я в шутерах всегда выключаю лишние тени свечения, чтобы быстрее работало, лучше стрелять. Во. Но сами понимаете, это запись. Я тут фул все включить не могу. Потому что у меня будет подлагивать при записи. Процессор жрет эту запись. Я потому что снимаю именно бандикамом. Мне удобнее всего снимать именно этой программой. Она очень хорошая. Она потому что не требует потом перегонять файлы. Потому что перегонять потом файлы я просто замахаюсь. Если фрапсом снимать. Но фрапс снимает и без потери качества вообще. А тут качество теряется, конечно. Ну, шо маемо, то маемо, короче. Так, тут двери мы тут не были. Тут протектрон. Можно выпустить служителя метро. Билет на метро у меня есть. Слышишь? Пачка сигарет. Включим свет. Как отечественные, бутылочные крышки. Средний терминал. Ну, давай попробуем. Терминал. Надо науку вкачать. Надо вкачать науку. Следующий уровень. Вкачиваем науку. Так, подожди. Сейчас надо перемычку найти. Джонни третий. Фоллаут третий. Так. Я еще, кстати, ни одной серии не выкладывал третьего фоллаута. Сейчас выкладываю триппинг. Describe подходит. I подходит. Describe не подходит, потому что три буквы. Крекинг. Но если инк, то это крекинг не подходит. Если это инк, стендинг. 5 из 8. Так, что-то типа стендинг. Это не подходит. Не, ну, может S ищем. Кейдж нет. Инк явно. Престин. Сюрприз. Слушайте, может сюрприз, а? 5 из 8. Инк подходит. 3 из 8. Это инк. Ну, и вот это. Что-то вот это из этих букв. Бука в ордеринг может быть или нет. Смотрим. Что-то туплю сильно. Они на тех местах должны быть. Трастинг может быть. Трастинг. Трастинг. 3 из 8. Посмотрите вы. Джонни. Буквы должны быть на тех местах, на которых они, собственно, в этом слове находятся. Кажись. Давай перемычки поубираю. Вторая попытка, если не получится. Сейчас рисковая попытка. Плохая попытка, ребята, потому что не могу найти перемычки. Надо науку поднимать срочно просто. Могут быть смешные терминалы просто с довоенными записями, которые Джонни просто обязан прочитать. Тут нету перемычки. Нету. Тут есть. Так, тут нету. Трэжер. Один из восьми. Стадинг. Подходит? Вообще, по-моему, не подходит. Ноль из восьми. Престин. А те же слова? Не, слова другие. Давай еще попыточку. Запертый терминал. Да-да-да. Синкинг. Тут все дела. Ищу перемычки. Вот первая. Вот вторая. Вот третья. Так. Тут нету, нету. Четвертая. Не знаю. Спидинг. Дрэнч. Пурифайр. Квестинг. Джонни. Не знаю. Драстинг. Не могу я узнавать. Давай рискнем. Ну, конечно. Конечно. Там был, по-моему, перк. Хакер. Который снимает эти... Можно по несколько раз взламывать. Вот. Ну, не получается так, нет. Ботулочная крышка. Дротик. Надо машинку искать детскую. Сделаем этот дротикомет. Серьезный очень пистолет. Что там еще надо было? Поливилизатор. И еще какую-то фиговину. Давайте посмотрим. Заметки. Дротикомет. Ядовитая железа радскорпиона резиновый хирургический жгут. Но это в больницу. Надо возвращаться и там искать. Тут все заколочено. Тут кто-то есть. Противник какой-то впереди. Радтараканы или что? Рейдер? Посмотрите. Еще и с дробовиком. Ты труп окурок говорит. Да? Ты что не говоришь? Из магнума как тебе, а? У тебя дробовик на дробовик пойдет. Слышишь? Окурок. Ха-ха-ха-ха. Спину выстрел. Она убегает. Страхи и готова. Что тут у нас? Боевую дробовик на базу. Я куда-то вообще не туда иду, куда мне нужно. Надо из этого комплекса выходить. Это опять-таки женские и мужские туалеты. Так. Чисто. 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 Грязно. Аптечка нету. Это аналогичный, без аптечки. Чисто-чисто. Платье бы какое-то. Тут это как Вероника просила в Нью-Вегасе. Хочу платье, говорила Вероника. Не, валим отсюда. Это какие-то офисы. В письменных столах бутылочные крышки. Я потом это все за кадром уже буду долутывать. Отсюда просто выходим. Тут что? Будет смешно, если здесь пупс лежит. Я уже выйти не могу, потому что я заблудился, ребята. Карта местности. Мне прямо сюда, на сквайд сквейр. Прямо здесь выход. Нужный мне. Где-то он может быть тут заперто. Прямо здесь он находится. Вот он. Все четко. Стюарт Сквейр. Стюарт Литтл. Сейчас еще опыта получим, потому что откроем локацию. Бесшумный бег дает дополнительно 10 очков. К скрытности. Можно бегать бесшумно. Кто-то присутствует из противников. Бестия. Супермутант. Давай засядем. Меня еще не спалили, но сейчас, наверное, спалят. Не вижу их, ребята. Уже спалил. Стреляет. Супермутант. Бестия. Надо занимать укрытие. Надеюсь, не будет тут супермутанта с гранатометом, потому что меня обстреливают. По-моему, есть кто-то с гранатометом все-таки. Ребята, да, летят гранаты. Сейчас тут машина подорвется и бежит еще на меня серьезный супермутант. Давай. А эта машина уже не взорвется. Ну-ну, тебе по голове пару выстрелов. Так, получаешь. И дробовик, наверное, для ближнего боя. Ух, ах. А этот с гранатами был... А этот с кулаками вообще сражается. Это мастер, кстати. Серьезный. Надо стимулятор замазать. Рана в ногу говорит, слышишь? Давай тут попробуем... А этот не взорвется. Взорвался. Мастер очень жесткий. Да, взрывается. Мастер готов. Кто там еще был? Ревый чехлю. Это... Это бестия. Получил по голове. Перезаряжаюсь. Грибы какие-то растут. Слышишь, что это за грибы? Как в Моровинде. Светящаяся сыроежка. Получает еще мастер. Джонни, какой крутой в этом костюме. Ох, получил в глаз просто. Супермутант. И... Ну и прицел не наводится, конечно же, да? Вот так готов. Взрыв еще происходит. Сбоку прямо. Ну-ну. Уровень. Давай его сюда. Науку хотел. 52. 60 делаем. Красноречие. 85. Чтоб забыть о нем просто. Науку 65. Одно очко остается. Куда его? В стелс. 36. Мастер стелса просто. Новые перки. Приз живчик. 25 очков действия. Ватс можно взять. Наемный убийца. Получаете возможность срезать ухо у каждого убитого вами доброго персонажа или законник. Джонни Закон. Палец. По-моему, ухо смешнее. Берем наемного убийцу. Легкий шаг. Метаболизм. Каннибал. Наемный убийца. Киллер. Леон. Так. Добавлена заметка Литл Хорн и Компаньоны. Дорогой сэр или мадам, у вас отсутствуют твердые моральные принципы. Проблемы нравственности выбора чужды вам. С вашей точки зрения совесть есть не понятие надуманное. В постапокалипсисе да. Тогда именно вас мы Литл Хорн и Компаньоны ищем. Зайдите в наш офис, что на восточной стороне большой свалки в пустошах. Мы обсудим детали. Даниил Литл Хорн. Обновили мне карту местности. Так. Это база рейнджеров. На восточной стороне где-то здесь должна быть эта пустошь. Завод Кирвега. Община. Храм Единения. Республика Дейва. Еще не нашли эту локацию. Обновила или нет? Что-то там писало. Что-то я не вижу. Фрэншип Шиз. Стейтсмен. На восточной части пустоши. Ну вот это пустошь. Ну потом посмотрим. Оазис тут какой-то. Ладно. Непонятно пока что. Ухи срезать. С супермутантов можно ухо срезать? Гранатомет. Гранатометный выстрел. Ухо с супермутанта нельзя. Очевидно имеется ввиду люди. Грибы очень забавные. Я еще раз смотрел голосование. Побеждает. Вырвался Арканум. Невероятнейшим образом. Ребята. А мне после фолоча так хочется Моровинда или Обливиона. Ну я буду делать ту игру которая победит конечно же. Да никакой. Все честно будет. Все будет честно. Так. Возможно я вот когда вот эта серия будет выложена вы ее сейчас смотрите я в этот момент уже пишу новую ролевуху на канал. Очень круто выглядит Вашингтон. Посмотрите только. Разваленные постапокалиптические дома такие. Попробуйте новый сорт ПАМ. Чудное мыло сводит пятна сводит весь мир нас всех допмывали до нуля. Что это такое? Я захожу в переулок вот эти переулки больше напоминают на самом деле Бостон который был Мина серьезная погиб Джонни серьезная мина все тут заминировано посмотрите какой взрыв ну ну очень интересно кто это там голоден кто это там говорит опять их надо стрелять всех давай по стелсу попробуем их пострелять супермутантов вероятности отвратительные просто по мне уже гасят то есть меня уже увидели на лишний крит не стоит и надеяться ракету запускают ну вот этот бежит по мне граната летит этому по ноге взрыв прошел меня меня еще смогло пробить крит прошел так три выстрела перезаряжаюсь за укрытие надо бежать третья смерть у нас была неплохо этого супермутанта надо держать на самом деле потому что сейчас его дострелят его товарищ из гранатомета если попадет потому что этот ковыляет еще левую ногу ему можно прострелить достать оружие посерьезнее и стрелять по тем кто сзади вот по вот этому например это бестия слушайте взрывы тут нет тут надо их серьезно стрелять так вот этому надо по голове дать а не точку действия одну очку действия выронил винтовку это все понятно предельно бегу перегруппироваюсь этот ковыляет гранатометчика надо выносить где там гранатометчик гранатометчик где-то не могу его видеть ребята через ватс так а вон он там занял ну ладно вот этого надо добить уже так левую ногу ему повредил гранатометчик беспокоит вот он нашел гранатометчик а это мастер слышите гранатометчик сейчас может тут еще эту машину подорвать наклинит револьвер уже взрыв машина этому по голове выстрел и отступить от машины потому что взрыв будет более чем серьезный кто ж там эту детскую площадку заминировал ох взрыв прошел два стимулятора сразу так и теперь надо брать гранатометчик из дробовика наверное еще взрыв где гранатометчик вот здесь где-то я еле выжил я просто еле выжил он уронил гранатомет он кулаками неплохо наваливает мне слышишь по голове пару выстрелов из дробовика джонни надо критовать сейчас серьезный суперматант шутки не шутят больно говорит и все и стрелок остался готов уровень давайте сюда надо сохраняться начинать следующий уровень понятно все что мы брали науку брали давай науку на фул 72 и ну нет нет 70 скрытность тут один был красноречие 80 вот так я брал наемный убийца готово сейф так штурмовая патроны а ты гранатомет патроны линкхорн компаньоны гранатомет все дела схема андроекомет все дела хорошо так очень интересно очень интересно что это у нас анакоста кроссинг анакоста кросс ну куда-то мы сюда пошли да да и тут вот этот что здесь у нас фреш но это магазин какой-то но он заваленный я сюда не могу зайти минное поле вот там очень интересное было и мы туда опять-таки пойдем да вот тут кто-то тусуется обитатель пустоши почему бы тебя не пойти не узнать что он так орет нет ни за что если я подойду к нему он все взорвет ой да ладно он прислушается голосу разума иди поговори с ним ты вроде знаешь что делаешь да да раз уж так говоришь я прикрою я попробую я прикрою ну я пошел ну давай так действительно все взрывает вот так тут надо было действовать а кто это говорит это может какой-то психопат там все заминировал слышите ребята сейв ну ну и вот тут радиация метатель пустоши понятно что-то перестал говорить он сверху здесь было или что непонятно я прохожу переулок все чисто может он себя тоже подорвал надо это обыскать потому что это интересно на военные деньги тут у нас что-му как какой-то выкидной нож то что нужно на самом деле так тут можно подняться наверх у меня стреляет уже кто-то сзади сбоку кто это тут такой стрелок суперматант мастер выронил свой ствол и меня пробил серьезно сейчас машину тут может повредить он что-то бегает копошится там так ну надо стрелять из другого а еще сзади нападают так господи давай подорвем машину пусть кентавр подорвется отступаю взрыв прошел где там мастер был мастер потерял ствол спрыгнуть не может почему-то ну потому что потому что ну бас вот клинит револьвер надо брать серьезнее оружие не дадут мне рейнджера фрейли закончить кентавру по голове три выстрела Джонни по-моему крит ему залетает кентавр получает могли бы бетезда разные модельки этих кентавров нарисовать на самом деле 8 радиаций в секунду чтобы мне какая-то ядерная граната залетела или что а я в радиационной зоне просто нахожусь кентавров очень много и супермутант еще нападает это бестия с автоматом штурмовым ну ну они часом не регенят в радиационной зоне этого не знаю бестию беру уже в притул беру вроде бы готов этот готов сейчас будет хорошо ну и мастер остался мастера небольшое родео у нас тут намечается из винтовки давай ему накидаем просто в торс из ватса получает так я бы туда из гранатомета жахнул я подобрал тот гранатомет несчастный слышите оружие гранатомет а он поломанный к сожалению боевой дробовик чиню штурмоваю ну снайперку давай больше урона еще кто-то там маслайд по мне слышите супермутант тоже мастер да так давай вот этого добьем вероятности очень плохие ну по ноге ему давай две пули так вот не попал по-моему не попал а вот этого надо брать потому что он стреляет это у нас кто это вроде мастер тоже это бестия крит ему залетел что ж такое так супермутант бестия получи плохо стреляет снайперка из дробовика тогда просто очередями надо заносить ему стимулятор прожал получи готов все на вот этого входим давай тебе гранат туда забросим может быть а что у меня есть гранаты крышка мина китайский автомат импульсная мина нету к сожалению ну 10 миллиметров вот это время наступило так очень плотный супермутант мастер просто рилли рилли о спустился поиграть ну по ноге тогда по правой должен быть готов сейчас или придется на трубу его брать надо было на трубу его попытаться взять но мастер наверное даже кулаком может выльнуть меня что охранял сейф и аптечку так стимулятор в сейфе средний сейф выломать силы не надо вскрывать попытаться тихо тихо джонни ну поломал отмычку как же так как же так да что ж такое атомный взрыв просто вот теперь два довоенных деньга ну ты даешь так вот что еще плохо сделано он ствол свой обронил а труп его здесь но я миниган этот могу забрать понимаете вот это не продумано немного вот эти мелочи вот эти мелочи очень много мелочей которым можно в плане реализма домахаться на самом деле в этом фоллауте мы будем там будем там и воутбой а это реклама собственно этих убежищ я надеюсь больше никто не нападет я пытаюсь обойти тут переулок мне очень интересно кто там вещал и кто это все подорвал просто все это обходим давай еще сейв тут зайти не получается тут прыжок ну непонятно просто может здесь действительно можно зайти может там кто-то вещал ну взрывы здесь были тоже тут такой был тут заколочено все вот там окно открыто но тут такое ощущение что как вот сюда подняться я не знаю ребята ну какой-то психопат заминировал все ладно мы дуем вперед хватит я потом может поищу найду если найду о грантомет лежит я его выбросил я иду к рейнджерам рейли на самом деле мы идем на 7 стрит на 7 стрит нам опять в метро нет вот этот блокпост судя по всему слышите рейнджеры что это за паренек тут у вас такой был все дома заколоченные который заминировал о рейли рейли рейнджерс прямо здесь на 7 стрит они ну давайте посмотрим что там нам они слушайте как-то я не туда иду или туда туда вот здесь вот их блокпост прикольно нашли базу рейнджеров хорошо это вход очевидно компьютер терминал внешний база рейнджеров только для рейнджеров рейли если ты считаешь это лучше бери ноги в руки в адекват открыть защитную дверь потому что у меня пароль есть мне дали база рейнджеров заходим джонни третий заходит 3 dog night надо выключить это радио сразу чтобы он песнями смел запускать дверь да там взрыв такой был слышишь прогулочка вышла веселая ну ну они здесь должны быть уже донаван мне жаль что мы ее потеряли мы потеряли донаван да 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 давай перейдем прямо дней твои люди важнее чем моя награда слышишь посмотрите как они сделали отлично отлично моего броню или миниган кирпич или миниган кирпич не меня броня устроит миниган уникальный конечно но нет есть еще варианты броня устроит значит броня насею с честью так же как и мы можешь считать это место своим вторым домом и если окажешься неподалеку вот и все до встречи расскажи про группу коготь я карму получил держись от них подальше это редкостные мерзавцы понятно это в центре это в самом вашингтоне так а ты не станешь убивать если это входит в контракт послушай эти скоты год или два назад ворван поселок и перебили там всех женщин детей всех понятно про регуляторов что-то мне скажешь что нового после возвращения теряешь хватку рейли все правильно сделала ладно все допускаем ошибки рейли ты неосновидящая жаль что донаван погибла слушайте очень крутая была с этим миниганом но Тео погиб потому что был неосторожен что поделать я хочу чтобы дверь это открылось картами развалин я не буду заниматься картами надеюсь все получится в одиночку как и Джонни возвращайся попозже да не надо мне задав вот и ты открыла дверь так мясник жив что ты можешь предложить отлично подштопать да меня зацепило подштопать немного давай кали сюда смотрим броню надо надо выключить радио незамедлительно просто просто сделали подштопать ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля надо выключить это радио эти песни нельзя слушать потому что терминал рейли что тут только для рейнджеров список личного состава рейли файл недоступен кирпич тяжелое оружие 24 года постоянный контракт поощрение поступки 5 из 1 50 крышек за миссия статус действительный кирпич отличное приобретение хотя надо отметить кличку она выбрала странную я нахожу ее страсть к уничтожению скорее достоинством чем недостатком она надежный товарищ не теряющий голову в бою хотя может появиться проявлять раздражительность во время подготовки к миссии или во время разбора задания похоже горячо преданное рейнджерам понятно почему она если это он а это она это вот эта тетка крутая Донован погибла да техник это тот который лифт чинил два поощрения действующие говорят порекомендовал нам брат Свистали порекомендовали Донована творить чудеса когда нужно починить огнестрельное оружие и броню хотелось бы чтобы он обладал большими знаниями в электротехнике гидравлике и прочее это помогло бы преодолевать препятствия может он в отеле полег там когда с супермутантами стрелялись я этого не заметил ребята то есть можно туда вернуться еще и Донован залутать будем надеяться последствия его умения распространяться на эти области ля-ля-ля но уже наверное не распространяться кто еще тут у них мясник мясник 31 год может это отсылка к стичу мясник такая непрямая 70 крышек он получает из фоллаута тактик со стич мясник важный член нашей команды он способен принимать взвешенные логические обоснованные решения даже в полубое что делает его идеальным помощником командира его медицинские навыки в лучшем случае можно назвать удовлетворительными ему как у стича не стич был более медик чем чем боец потому что добрая душа у него трейд был это я помню из тактикса ему много раз предстоит освоить но всякий раз когда мы оказываемся в больнице или в клинике он старается изучить что-то новое его преданность рейнджерам не вызывает сомнений тео погиб квартир мейстер наш новичок выполняет обязанности квартир мейстера на базе заботится и следит за всей нашей экипировкой тащит на себе дополнительное оборудование когда мы выходим на задание он патроны тащил и саппорт класс короче такой ладно назад текущие контракты картографический контракт уничтожения супермутантов 2850 уничтожение супермутантов по усмотрению рейли заказчик оплачивает каждое убийство условием платы является предоставление заказчику доказательства уничтожения супермутанта части тела врага картографический составление карты руин кто заказал округа колумбия дополнительными замечаниями об очагах сопротивления врага складах оружия стратегически важных позициях планируемая прибыль неизвестна сохранять инкогнито и производить оплату крышками оставляя в известности лишь рейли то есть может даже она не знает личные заметки не хочу читать ребята давайте если вы хотите 160 вы себе на паузе кирпич с Донованом опять взялись за свое клянусь если мне опять придется разнимать на паузе все прочитаете если хотите я тоже потом прочитаю мистер смит мистер лессон это про картографический не хочу я для нее делать эти карты я не хочу лазить сильно я говорил что я все проходить не буду так все запаузите зачитаете картографии Тео не терпится просто заняться кирпич Донован светись на кулаки назад выход рейли хорошая тетка но посмотрим твою боевую броню ох ничего себе очки действия плюс 5 удача плюс 1 легкое оружие плюс 10 чиниться брони когтей и боевой броней сопротивление урону 49 ребята джонни удача плюс 1 это у нас сейчас удача спешл 8 криты так и летят так и летят о кирпич здорово слышишь я тебе вискаря принес снова после возвращения на тебе думай рейли сдала позицию уже на самом деле вот кирпич должна быть следующим слышу вискаря тебя вискаря принес виски давай одну бутылку раздусь все а джонни выдвигается задание выполнено у них тут можно еще пошаманить наверное тут немного полазить да что у них тут какие-то бутылки может у них тут есть скороварка нужная мне слушайте проводник металлолом мне нужен поливилизатор был блок сигарет заберу свинцовая труба это я свою зачиню так сейчас зачиним урон станет 10 тысяч свинцовая труба урон плюс один становится урон 8 ну ну шкаф еще свинцовая труба ну вы даете ребята дверь одея их квартира а тут поспать у них еще можно тут нельзя тут нельзя а воровать можно взять антирадин магнум взять радикс патроны патроны граната боеприпасы можно у них взять 5.56 это птичка первой помощи похавать можно что-то поспать у них можно поспать у них нельзя можно поспать давай посмотрим там чайник кипит кофей кубы сейчас буду делать кофеек себя и писать следующую серию потому что это уже большая достаточно где квартир мейстер я бы сразу впарился где этот их не этот только лечит тэр был квартир мейстром донаван погиб донаван погиб но я не вижу тут нету может они дрыхнут сколько времени до ночь дрыхнут рейли сама кирпич тут пустые койки но значит нельзя с ними торговать только медик остался жив ну и ладно зеро толеранс стюарт сквейр сейчас мы смотрим чем мы дальше занимаемся ребята по фолочу задание живая вода контрольный выстрел хочу сделать до конца контрольный выстрел карта мира или к бате смотаться слышишь нам надо пилить для контрольного выстрела через общину кентербери в республику дейва я думаю я поставлю маркер на общину кентербери мы туда пойдем от завода корвега на общину кентербери заскочим в республику дейва сделаем контрольный выстрел что у нас еще остается песня гаты песня гаты я пока что не могу сделать не знаю где убежище сделать потому что в убежищах мы еще не были и будем уже живую воду делать все то есть еще немножко по фриплеем но тут еще играть не переиграть но ребята очень много всего еще там был оазис еще был оазис интересный ну-ну в следующей серии fallout 3 джонни все дела давайте знаете что для разнообразия постреляем из штурмовой винтовки урон 38 хуже чем у китайского автомата на 12 но можно пострелять из нее потому что она стильная тоже такая мне 24 патрона могли бы сделать в ней магазин на 30 патронов чтобы было может она точнее чем калаша это непонятно но тут и так автоприцеливание из него постреляем боевой дробовик пистолет пулемет и свинцовая труба джонни готов просто готов так вот следующей серии ребята fallout 3 до свидания